Валерий Кузьмин Корректор А.Кулакова 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 А сколько у нас участвовало детей в избирательном Команда 6 человек, группа поддержки еще 9, 12 человек, мы возили в Королеву. Вместе с Конечком? Вместе с Тиком или он просто? У нас друг представителя Тика, они готовили их в теоретической части. В городской городской футболе выделили костюмы для творческого футболу. В 20 января, во вторник, команда «Поминь футболу» принимала участие в очередном туре. Выезжала в город Пушкино, два возраста, 2002-2003, по два поражения. 25 января на территории детской спортивной школы прошел массовый праздник «Дискотека «Жаркий лед». Совместно с ГДК, да, хотелось бы выразить огромную благодарность за всему коллективу ГДК. Мы работали просто супер, и кто принимал участие, да, видели, на каком уровне проводилось мероприятие. Поэтому большое спасибо Татьяне Владимировне за помощь в организации и проведении. 27 января в рамках школьной спартакиады спортивных клубов прошел турнир по наскольному теннису. Принимало участие 20 детей, да, то есть это именно участники, и еще у них были очень много болельщиков, да, смотрели, переживали. Здесь также огромная благодарность Владимиру Комарову, да, за то, что пустировать под свою крышу такое мероприятие, которое не относится к ней, да, и спортивному комплексу «Корпус», да, за предоставленный инвентарь. Потому что в последний момент оказалось, ну, последний момент, да, оказалось, что у нас столы теннисные сломаны. Вот, поэтому пришлось сегодня позаимствовать. 28 января прошел товарищеский матч по волейболу. Мы выезжали, наша команда девочек выезжала в город Пушкино, где играла с девушками, которые уже принимают участие на областном уровне, да, а наши девушки еще не играли, но одержали победу. Хороший был матч. Молодцы. В команду выезжал под руководством Смирнова Олега Игоревича. 28-го, первенство России по имени футболу, 2001-2000 год. Домашний матч с командой Дубна. 2000 год проиграл, 2001 год выиграл. Также хотелось бы обратиться с тем, чтобы направить письмо в отдел полиции. Так как у нас сейчас катки являются центром протяжения, да, наших горожан, но получается так, что у нас они, вандалы их рушат. На катке по улице Северной 23 в ночь, сейчас я скажу, шестерга на пятницу, ребята заехали там на машине, покружили уже в ночь, посрывали с елки там ветки, нарушили освещение, да, и благодаря Сергею Анатольевичу Никитину, да, это было оперативно восстановлено, за что им огромное благодарность отреагировали быстро, да, и все восстановили. Вот, и также аналогичное письмо, да, на прайке спекторов ПДН, да, с рейдами, с дежурствами, не знаю как, именно распитие алкогольных и табактурений в общественных местах именно подростками. Так как уже были сделаны замечания не раз, вот, но я думаю, что если надо по-другому влиять, раз к обычным гражданам не переслушиваться. Ну и все. А как-то в каждой машине нужно удалить заехать? А там ворота открыты на Северном. Да, да, да. Может, тогда какой-то замок там, вот, смотри. И его сделали, но его сломали. То есть осенью сделали ремонт, вот, поставили ворота, а их сломали. Ну, пойдемте. Скажите, теннис, волейбол, футбол, футбол, зима на дворе. Какие мероприятия зимние, кроме жаркого лета? У нас сейчас планируется 11 февраля массовая лыжная гонка. Та, как это у нас была рождественская, да, и за погоду мы ее не отменили, мы ее просто перенесли, да, вот, на 11 февраля. А также нам будет приниматься нормативы ВПО. Для недели, да, 11 февраля? Нет. Снег лежит уже. Вот у вас мероприятия планируются какие-то? В соответствии с графиком. Вы тогда не говорите об этих мероприятиях, которые зимние, потому что... А они анонсированы, есть анонсы? На этой неделе зимние какие-либо соревнования проходят на улице? Зимние мероприятия спорта? На будущей неделе нет. Не на неделе нет, да. Ну, надо пользоваться, наверное, все-таки зимой. Пока зима. А по поводу корта, у нас корт на ком сейчас? На вас? На нас. На вас? Вы выезжали туда на корт? Смотрели? Конечно, смотрели. Вот что там с воротами, с этими, как исключить? Надо просто конструкцию какую-то поменять, чтобы закрывалась не просто замочек, там где-то цепочка, а что-то посерьезно? Нет, там сорвали просто фермируем. То есть там надо... Там либо город выломают, да? Либо замок сломан. Ну так и произошло. Андрей Юрьевич, я просто хочу сказать, что, к сожалению, здесь мы можем сколько угодно вкладывать деньги, да. Но для них ни замочек, ни ворота закрытые не являются препятствием. Но мандализм у нас гордо процветает. Это надо отдать должное. Мы только успеваем закрашивать, ремонтировать. Здесь, наверное, как можно даже обращение к жителям нужно сделать на телевидении. К сожалению, ребята приходят на корт вечером, а у нас уже в утреннее время уже там погуляли люди, которые не работают, которые отдыхают. Ну, жалко очень, да. Причем не на последней странице. Можно даже интервью нашего сотрудника в плане, что происходит с хулиганством на территории, в том числе, корпус и всего остального, что мы делаем, стараемся. Ребята, по совести иметь, такого же нельзя. Да, наверное, какое-то обращение надо. Обращение надо. Ответим, кто отбирается чистым автографию вставляю в утрен, и там уже этот проезд не пройти. Подумаем, да, даже. И, конечно, рейды полиции не обязательно. Именно вот эти места, где у нас дети отдыхают, семьи отдыхают. И, может быть, вопросы и полиции задать в качестве тоже интервью по сохранности. Ну, как в СМИ, допустим, вопросы полиции вполне логично задать, а не хотя бы озвучить, какие мероприятия проводятся. В отчетный период поступило 167 обращений граждан, в том числе 113 с назначением мер социальной поддержки. По оплате компенсации ЖКУ – 19, бесплатный проект – 48, детские пособия – 35, другие меры социальной поддержки – 11. от МФЦ. От МФЦ приняты отработаны документы по штат-двуму обращению граждан. Начисление выплат произведено в полном объеме. Выплаты мы сейчас не производим сами. Делает единое работное центробластное. Все перед этим закрытым. Какие-то новые введения не поступили у вас в связи с началом года? Какие-то выплаты, дополнительно еще что-то? Дополнительные выплаты детские пособия, федеральные очки. Порядок, он только поступил, буквально появился. Пока людям не беспокоимся, пока не наладится. Ну, Оксана, вот она грузы готовила для газеты. То есть, мы как бы в крысе подаем. На сайте укладываем информацию. Ну, а так вот, и снова, сейчас очень вопрос стоит обращение граждан через портал Госуслуг. То есть, призывают как можно больше граждан обращаться через портал Госуслуг. В том числе к вам, да? Да, в том числе и к вопросам социальной защиты. У вас это налажено все вопросы? Пока еще нет. Пока нет. А связано с чем? Ну, вы знаете, у нас в пилотном проекте в области только три городских образования было, которые непосредственно занимались с июля месяца прошлого года этим. Это у нас Сергий Посад, Егорьевск и Солнечный гос. Но остальные, как сказать, в таком режиме тестированы, скажем. Полгода же как-то долго. Ну, это не просто. Это же не программа, а если почему за этим стоит. А когда у вас планируют к лету? Да нет, они уже потихоньку буквально призывают приглашать волонтеров в ОФЦ, чтобы гражданам показывать. Ну, то есть, у себя мы будем самым гражданам показывать, как работать и как зарегистрироваться, и как заявку подать на портале ОФЦ. А у вас сайт есть свой, да? Да, сайт есть, и вот буквально с сентября прошлого года сайт сделали единый по всем ТСП области. То есть, данная формация идёт однотипная, но у нас по городу только учитывая две городские. И вот в плане информирования населения уже. Да, да. Это регулярно укладывается информацией. Ну, и кладеты параллельно. Спасибо. За отчётный период учреждения работного в штатном режиме количество принятых заявок от граждан было оформлено 750 штук. Закрытых, это выданных результатов 475. Консультации оказаны от регистрированных через программу. Они входят в консультации в устной форме 38. Количество заявок с нарушением рекламентных сроков 13 штук. Это социальное страхование, налоговая, Росреестр. Администрация отсутствует. Администрация всё прошёт по муниципальным заявкам. В федеральных было оказано услуг 519. Лидирующей позицией занимает Росреестр. Это федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картография. В муниципальных услуг оказано 26. Первое место также занимает субсидии, предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Зафиксировано 12 поданных заявок, отработанных и доставленных гражданам своевременно. Региональные услуги оформлены в количестве 155 штук. И первое место здесь занимает социальная защита, блок изготовления выдачи и замены социальной карты жителя Московской области. Активно ведётся подготовка к услугам по выборам у нас, как по услугам, которые проводят наши операторы, так и по информированию населения по месту их прибывания. Это члены группы. То есть мы уже активно должны набрать ответы, которые нам предоставят оперативные программы. А по подаче заявлений как у вас обстановка? По подаче заявлений у нас была общая областная тренировка. Мы в лидирующей позиции, то есть мы первая читались, что у нас всё хорошо, взаимосвязь у нас есть. Мы впоследствии общались с Куриковой Татьяной Валентиновой и Нечкиной. Всё программное обеспечение у нас синхронизировано, всё у нас работает в штабном режиме. Человек пришёл, подал заявление. Заявление куда надо попало. Совершенно верно. Он получил перешёте, что он может голосовать в этот день, а потом... Совершенно верно. Три способа подачи заявлений будет предложено заявителю. Либо через нашу программу АСМФЦ, либо через программу избирательной комиссии. Либо, если вообще уже в крайнем случае ничего не работает, то он выполняет это вручную. И всё это мы передаём до 10 часов следующего дня в избирательную комиссию через нашего курьера. То есть здесь полное у нас идёт соответствие... А теперь в госуслуги вы показываете содействие или отреживание дома про эту услугу? Про госуслуги это услуга... С вами связано, да? Это уже... Да. Хорошо. Спасибо. Управляющая компания работала в штатном режиме. Аварийных ситуаций не было. Были никаких технологических нарушений. Два прорыва стояков внутри домовых. И одна была проблема с отоплением. То поляна, то связанная с низким давлением на входе. Значит, все эти ситуации были решены в нормативном сроке. Особо проблем не было. Значит, прошла также проверка по линии госуслуги надзора. И были достаточно большие претензии по уборке придомовых территорий. Были улицы не только сами управляющие компания. Но, насколько я знаю, они все должны быть выполнены. На территории города убиралось всего подрядчика по графику. Был у нас небольшой сбой в связи с полугой техники. Была проблема с посыпкой улиц. Жалобы были. Но тут хотелось поблагодарить компанию УСК, которая нам оказала помощь. Предоставили ВДЛ и посыпание. Практически бездувательно посыпали. Компании нет. Сейчас после планерки... Зайцы ее просто. А? Зайцы Вас. А, да. Одна, извините. Пошли жалобы на сосунки. Сейчас идет волна в теплении. И, скорее всего, они будут образовываться. Сейчас я тренирую проект. Посмотрите, какая ситуация. Но я в те же время подрядчиком компании хотел бы обратить внимание на состояние крыши. Значит, по линии РСО аварийной ситуации не было. Он был прорыв при ИХВС на строителей 26-го числа. В течение 4-х часов авария была устранена. По долгам ЗАГАС информация теплоцентральная не предоставила. Буду сейчас с ними связывать и узнавать, какая ситуация. с сосудами. Прошу. 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 мероприятия по первоначальной постановке юноши нашего города в тех 16 лет на первоначальный войнский учет, два этапа, и два месяца мы проводим с 22 января, началось до 22 февраля. Значит, с 22 февраля производится постановка на первичный войнский учет юноши 17-летнего возраста, который не обучается в наших учебных заведениях. Я вот, пользуясь случаем, хочу обратиться к родителям, все повестки направлены и выданы все формы документов, которые необходимо заполнить. Очень низкая явка, данные граждане являются военком отличным. Поэтому прошу обратить на это внимание, потому что, так как им выдается удостоверение призывника, так называемое приписное свидетельство, оно является обязательным для поступления в высшее учебное заведение, в среднее учебное заведение после окончания школы, чтобы потом ваши дети не тратили время, давно не проходили ни медкомиссии, ни зданы мероприятия. Школа наша проходит централизованно с выездом комиссий в город Красноармейск 20, 21 и 22 февраля. Мероприятия все согласованы с нашим отделом образования и своей информатурой будут проводиться по-другому. Как вас отточат? Более 150 человек. Для школьников будут приезжать сюда. Я буду спросить, управляющая компания, у вас никаких нет? Могу только одно добавить, что у нас АТВ работала на прошлой неделе, образование со своих налей на улице Дачная, по Пионерской, все они были устранены. Сейчас в Морозе единственное, что у сосульки образование будет, скорее всего, образовываться завтрак. Тут, так как будет, может быть, два, завтрак и вот потепление начнут образовываться. По мере впечатления, соответственно, мы докажем эту ручку и мы это заточим. Как-то вот так защищаем, и есть у нас как. В принципе, лучше обойти еще. А вычку у нас до какого этажа достаёт? До окончания? Вычку у нас достаёт до пятого этажа 22 метра. Приезжать в Москву и все остальные вышки к домам не подходят. В связи с особенностью, что автомобильные проезженные дороги находятся на расстоянии от дома, и ниже вышка не достаёт уже. Доказано только с Москвы 22 метра. А у вас с каким образом ограждение происходит? Ограждение – это сигнальная лента, выставляется два человека внизу. Яблево прижили. Никогда чистят, а там где опасное место. То есть, а вы прошел, у вас специалист в ухо досмотрел дома, обнаружил опасные места, награждение месту происходит? Как минимум, сигнальная лента, как максимум, эти установки на домах, таблички опасные. Практика есть? Есть на домах, у нас табличка есть такие установки. Круглогодичные, а? Круглогодичные и все. Круглогодичные и все. Есть такие места, где действительно опасно. Люди просто нагреют, ставят машину именно под дом. Бывают такие случаи, что падение снега происходит именно на автокраспорт в ночное либо утреннее время, и потом уже начинаются проблемы. По решению данного вопроса. Поэтому таблички такие размещаются, они вешаются, такая же, как в Москве и во всей Московской области. Таблички вешаются на опасных именно на автокраспортах. Все-таки ограждения, кроме как таблички, происходят или нет? Сигнал, наверное. То есть, утром можно поехать и посмотреть в городе, в домах, которые обслуживают правильную компанию, ваши сигнал, или ленту, в опасных местах есть. Да, но там практически все ваши команды. Вы только хватает на 2 часа? Ну, тем не менее. Сейчас, если на паузу, пожалуйста. На этой неделе у нас прошло финальное заседание общественной палаты. Удвиженный животный доклад, видимо, работал на 18-е годы. Также разложен вопрос о экологической ситуации в городе. И сейчас создается рабочая группа. В связи с тем, что ни одно из требований, нет, одно выполнено на печатную план разработки, план рекультивации, разрешенную в интернете. Остальные вопросы практически не решаются. Поэтому уже от рабочих комиссий будет принимать решение, какие меры предпринимать ГАШ и с какими инстанциями работать. И на этой неделе мы будем принимать участие с представителем коллектива общественного контроля в семинаре. Семинар будет проводить у нас главное управление социальных коммуникаций правительства и общественной палаты Московской области по работе наблюдателей, предприявлений и избирательных компаний. Вы знаете, что закон такой принят. Общательная палата будет выступать в качестве наблюдателей. Вот это цена у вас будет проходить. И сейчас общественная палата по всей Московской области планирует в ближайшее время. Соответственно, мы будем проводить муниципальные общательные палаты, проводить ментоник школьного питания. Разработаны опросники и родителей, и детей. Очень много жалоб от родителей в квартире Московской области на качество школьного питания. Поэтому, соответственно, мы в таком ментонике тоже будем его проводить. Вот это кратко. И еще по вандализму. Я хочу все-таки вернуться к этому вопросу. Мы его неоднократно поднимали. И, наверное, здесь наша администрация, надо проявить твердость. Об этом мы говорили на грудном столе, когда мы проводили участковые на участках. То есть, вообще-то, это работа участковых. Их надо требовать. У них есть и формы, и методы, как выявляете этих вандалов. Тем более, у нас и фронтеленный, и крупный участок. Поэтому, наверное, настал аппарат, вообще-то, требовательные по полной программе. У нас они должны присутствовать на городских планировках. Хорошо, спасибо. Мы чего-нибудь спросили? Есть что-то? Спасибо. Стас Андреевич замечает, что он все скоро слышал, да? Да, я написал. Я написал. Хорошо, наверное, пообщаться. Мы на участковом местечко даем, где им сидеть. Выделили два участковых пункта. Не выделили, на жиле. Вот это договор. С нашей стороны, по крайней мере, делается все, чтобы оно здесь находилось, и работало, и работало. И пользу приносили. Надо напомнить, наверное, и обращение подготовить, в том числе. Как и говорили мы, да? Обращение в полицию, в двух сторон. Заметьте обращение. По поводу нуждолезности, по поводу того, чтобы начинать делать свою работу. Почти. А, да, ничего, чтобы объединить еще, же, не выполнительно. Я просто забыла. Нажалите. Медсанчасть начинает свою работу по проведению дней дистанциализации. Первый день дистанциализации будет проведен 17 февраля. Я хочу напомнить гражданам нашим, что дистанциализация подлежит граждане, которым в этом году исполнится количество лет, кратное трём. 21, 24, 27 и так далее. Еще раз хочу обратить внимание, что вот эти дни дистанциализации, они проводятся в выходной день, в субботу, и направлены в первую очередь на работающее население, которое у нас работает в дни города. И в течение рабочей недели не имеет возможности пройти данные обследования. Со своей стороны мы полностью все вопросы мобилизуем, и проводится дистанциализация для обратившихся в кратчайшие сроки. Поэтому заранее еще раз говорю о том, что 17 февраля работающее население нашего города может пройти дистанциализацию без очередности, без каких-то затруднений. Ну и это будет достаточно большой положительный шаг в диагностике здоровья. Известно, что в день, в российский день выборов 18 марта состоится еще и электронное голосование, тоже по всей России оно пройдет. Очень актуальная тема о переходе на 5-дневную школьную неделю. Спасибо, но я попрошу про дистанциализацию на своей страничке тоже оповестить хорошо, и о тех проблемах, о которых мы говорили, по корту и все остальное тоже, чтобы не забудьте оповестить хорошо. Это важный момент, который... Сиреней должно узнать, есть сайты куда-то есть что-нибудь? Нет, нет. Так, коллеги, у кого мы что-нибудь пишем? Нет? Нет, 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 нет. Тогда всем большое спасибо, в весь часок и совершенно спасибо.